И снова дома, и снова на Бобруйской арене. После двух выездов с командами из Золотого дивизиона шинники вновь встречаются с более статусным соперником – Динамо СПБ. И хотя с победой над Алмазом настрой у боельщиков был явно обнадеживающий, без доли опаски тоже не обошлось. Мы победим обязательно, болеем, верим в наших, все смогут. Почему вообще решили ходить на хоккей, болеть? Для девочек это нетипично. Это стереотип, его надо рушить. Хоккей с детства любим, сходим с мамой, сериалы смотрим, это спорт. Большой фанат. Люблю эмоции, вот эти скорость, вообще супер. На что рассчитываешь, на какой результат? Конечно же, только победа. От ворот к воротам. Первый период команды долго присматриваются к друг другу. Пытаются найти лазейку для удачного броска. Размачивают счет хозяева. Считанные секунды показывают зубы петербуржцы. На перерыв динамовцы уходят со счетом 1-1. Пользуюсь случаем поблагодарить не только команду, их руководство, команды, а и болельщиков, то, что приходят, поблагодарить руководство Бобруйской арены. Посмотрите, какое сегодня шоу было. После перерыва Бобры забирают контроль. К концу и вовсе доводят до 3-2. Однако желание гостей из культурной столицы перевести игру в овертайм выходит боком. Снятый вратарь и гол в пустые. 4-2 победа Бобруйского Динамо. У нас было очень много моментов в первом периоде. Мы их не реализовали. Концовка такая, вы сами видели, да, до конца держала. Сезон только начался, поэтому что-то тут говорит, что мы вошли в него, не вошли. То есть еще предстоит очень много работы. Не обходится без индивидуальных перформансов. Арсений Елисеев продолжает оставаться в списке лучших по количеству силовых приемов в лиге. А в матче защитник забросил в ворота соперника две шайбы. Как итог, заслуженное звание лучшего игрока матча. Первое – это победа команды над принципиальным соперником. Второе – получилось отличиться дважды. Приятно возвращаться всегда домой на домашние игры. Потому что болельщики, спасибо им. На следующий матч будем готовиться, порадовать их. После эмоционального буста команда и болельщики в ожидании следующей встречи со СКА 1946 – действующим чемпионом. Сила духа, характерный работ. Игра едва ли повлияет на турнирную таблицу. Но хоккей обещает быть интересным. Без поддержки, конечно, не обойтись. Время – 19 часов 25 сентября. Место – Бобруйская арена. Роман Костюков, Кристина Арианс, Максим Калинин, Бобруйск, 360.